Возобновление переговоров официальных делегаций России и Украины в онлайн формате Планируется сегодня МИД Турции сообщил о сближении позиций Москвы и Киева на переговорах Но что мы имеем? Зеленский в интервью с CNN заявил, что Украина не может согласиться на потерю суверенитета и территориальной целостности Здесь имеются в виду Донбасс и Крым Тогда вопрос, о чем же все-таки стороны могут договориться? Ну, если не в принципе договориться, потому что если брать принципиально, то стороны остаются далеки Каждый остается на своих точках зрения Ну, скажем, стороны могли бы договориться о временном прекращении боевых действий широкомасштабных Например, вокруг этого, наверное, стоит говорить, потому что спасенные жизни в любом случае того стоит Но смогут ли стороны договориться, об этом большой вопрос Потому что Россия перешла фактически ко второй фазе военных действий Можно сказать так, после того, как первая фаза оказалась не столь удачной, как планировалось В рамках этой позиции Россия будет продолжать выбранную точку зрения, введение военных действий Которые связаны с нанесением ударов по объектам инфраструктуры, гражданским объектам Это такой вид военных действий, такая форма военных действий Я, честно говоря, не вижу сигналов, что Россия готова отказаться Да, прошедшая неделя была относительно спокойной Россия не вела активных наступательных действий Но, скорее всего, речь идет о перегруппировке сил И подготовке следующей фазы, уже третьей получается, введение военных действий Я так все-таки вижу ситуацию Хотя раздается точка зрения, что Россия уже не в состоянии вести наступательные военные действия В любом случае, пока что военные действия И остановка военных действий, в любом случае, для России будет в некотором смысле восприниматься как поражение Потому что Россия, получится, приостановила военные действия, не достигнув каких-либо внятных целей Которые можно было бы представить своему обществу в качестве победы То есть вопрос опять останется в подвешенном состоянии, даже если будет договоренность о прекращении войны Если будет, конечно, будет подвешено, но я не вижу, чтобы это тоже состоялось в данном случае Я вижу только одну выигравшую сторону во всем этом Это Турция, которая повышает свою значимость в качестве страны, которая в состоянии быть посредником в таких сложных переговорах Роль Турции растет в этом плане, как и Израиль, который тоже предпринимает усилия по наведению мостов между воюющими странами То есть в дипломатической арене я бы говорил о победе, точнее не победе, а повышении удельного веса Турции Наверное, Турция и Израиль достаточно высокие не нуждаются в этом Если говорить о Турции, то давайте коснемся вот этой темы, которая еще, я так думаю, непонятно, как себя будет вести Турция в этой ситуации Есть информация, что США предлагают Турции отдать Украине российский С-400 в обмен на возвращение Анкары в американскую программу производства истребителей F-35 и снятие санкций против самой Турции Турция пока отмалчивается, американская пресса открыто, очень активно обсуждает эту тему Как, по-вашему, пойдет ли на это Эрдоган? Ведь Байрактар и прочий военный экспорт все-таки вырос из Турции в Украину Как насчет С-400? Проблема сложнее, мы должны помнить, что Турция страна, у которой достаточно багеты и государственные традиции, традиции дипломатии То есть в данном случае рассуждать только в рамках военной, а военного аспекта у нас не получится Все слышали и помним выражение турецкой дипломатии Можно вспомнить, как Турция себя вела во Вторую мировую войну Она до последнего не принимала ту или иную сторону В 1944 году, когда было ясно, какая сторона побеждает Турция в течение, в кавычках, одного дня резко определилась и встала на сторону победителей То есть Турция, турецкая дипломатия будет становиться на сторону победителя И все, что было до этого, все сотрудничество с Россией или Западом может быть отринуто и положено в сторону Конкретно С-400 С-400 становится элементом дипломатии Если Турция увидит, что Россия проиграла, то может пойти С-400, могут быть другие активные шаги У Турции достаточное рычаговое владействие на Россию и получение преференции на Западе И там и там у нее присутствуют интересы И рано или поздно Турция сделает выбор В зависимости от того, как заканчивается дайная война И это нас подводит к другой мысли, что мы должны говорить о войне А не кампании, которая проходит сейчас в Украине Вне зависимости от того, как будет разбиваться фаза конвенциональных широкомасштабных военных действий В Украине, на мой взгляд, Россия войну уже проиграла Если говорить о войне Потому что можно здесь вспомнить, наверное, слова Лидела Гарта Автора, родоначальника стратегии непрямых действий Лидер Гард говорил, что целью войны является лучший мир То есть вы начинаете войну для того, чтобы достичь для себя хотя бы состояния лучшего мира, чем у вас было до войны Если подходить с этой точки зрения, то Россия уже точно не получила мир, который был бы лучше, чем до войны В этом плане Россия полностью проиграла Она попала под санкции, которые не виданы в истории до сих пор Уровень жестких санкций В этом плане Россия уже получила мир, который гораздо куча, чем до начала войны Она уже проиграла мир и проиграла войну В этой ситуации я думаю, что Турция рано или поздно склонится окончательно в сторону Запада. Но после того, как будет достигнут перелом до последнего дня, Турция будет играть на обоих весах и будет получать преференции как со стороны России, так и со стороны Запада. Это нормальная дипломатия. И в этом плане С-400 всего лишь тема, которая показывает России возможности Турции. Разыгрывается карта России турецкой дипломатии. Она не будет комментироваться до последнего, но будет показывать России, что у нее есть методы воздействия, требуя замены каких-то преференций для себя. И то же самое будет происходить на Западе. Турция будет разыгрывать карту С-400, которая из большой больной темы для Турции превращается в возможность. То есть то, что делает Турция на протяжении последнего периода все время. Да, это черта турецкой дипломатии. Они будут блестяще разыгрывать эту партию. Есть мнение, что Анкара может при отказе что-то потребовать, попросить взамену Москвы? Естественно. Для того, чтобы не произошла окончательная реализация, Турция будет что-то просить. Турция может просить в нашем регионе, может просить в Средиземном море, может просить некоторые другие преференции. Нормальное отношение страны, которая четко отслеживает, понимает свои национальные интересы, отслеживает. В этом плане у меня нету никаких претензий к Турции. Турция прагматично, адекватно складывающаяся ситуации. И как рыба в воде такой ситуации, в принципе. Может быть, да. Она остается адекватной. Говорят, что она так, к стенке ее. То есть я могу объяснить поведение Турции, но я не могу объяснить поведение России. Поведение России и российских политиков является идеологизированным, исходит из идеологии, но не исходя из политического прагматизма, не исходя из логики политических действий. Объяснить войну в терминах политики со стороны России у меня, к сожалению, не получается. Есть вот такая оценка специалистов, российских специалистов. Они говорят, никогда ранее, как сейчас по Украине, не работали столь слаженно все составные части Совбеза. Армия, ФСБ, Росгвардия. Как вы оцениваете ход войны? Какой мы увидели Украину? Какой мы увидели Россию? Неужели действительно вы согласны, что они, армия, ФСБ, Росгвардия, очень слаженно работали в этой войне? Не думаю. Или работают? Не думаю. Это родимое пятно, черта всех авторитарных систем. В авторитарных системах жестко иерархичных, таких, которые сейчас в России, спецслужбе и армии всегда бывают в плохих отношениях. Правители, выстраивая здесь балансы власти, ни в коем случае не разрешают. Для того, чтобы среди спецслужб и армии было бы какой-то консенсус. Это нормальное состояние, которое свойственно всем авторитарным государствам. Поэтому говорить, что сегодня силовики России работают слаженно, это наверняка не так. У меня, естественно, нет информации непосредственно из службы. Не то, что мы видим. И они конкурируют за доступ к телу фюрера, лидера, вождя. И в этой борьбе они никогда не договариваются. Они скорее будут до последнего перегрызать друг другу горло. Одна из причин, почему нацистская Германия терпела поражение военное. Потому что недостаток информации, конкурировающая информация, искажение информации в таких системах приводит к таким результатам. Поэтому я вижу скорее несогласованность действий. Потому что тот результат, который мы видим на поле боя, не позволяет говорить о слаженности. Что касается Украины, я бы сказал, что в эти дни я вижу, как рождается украинская нация. То есть, если был украинский народ, была Киевская Русь, украинский народ, есть история. Но сейчас, в эти дни, происходит рождение нации. То есть, народа, общества, которое в состоянии построить национальное государство, современное национальное государство. А не архаическое или являющееся результатом развала империи. Я вижу, что украинское общество объединилось вне зависимости от того, каково этническое происхождение и прочее. Я вижу там воюющих русских, воюющих армян, других, греков и так далее, которые воюют за Украину. И уже этот результат можно назвать победой. Когда в главе с президентом, который является другой национальности, общество оказывается в состоянии объединиться для того, чтобы защитить честь, флаг, притяга своего государства. И в этой борьбе обычно и происходит рождение нации. Это достаточно большое достижение, надо сказать, для Украины. Система всеобъемлющей безопасности и обороны Армении. Это вопрос, которым вы вплотную занимаетесь. У вас есть формула всеобъемлющей безопасности и обороны Армении? Это не моя формула. Это формула, которая выкована на протяжении десятилетий, даже столетий, военной мыслью западных стран. Скажем, тракт стран Запада и не только Запада. Это более широкое сейчас. И эта формула, естественно, существует. Речь идет об адаптации этой формулы. Сейчас на примере украинской войны мы можем видеть наглядно, каким образом, насколько это является важным. Потому что в результате военных действий, которым мы имеем сегодня, большая роль принадлежит системе территориальной обороны. Силам территориальной обороны Украины, которые оказываются достаточно эффективными для того, чтобы сорвать наступление противника. Действия данных сил, сил территориальной обороны, поддержанные, естественно, западным оружием, то есть противотанковыми комплексами, противоракетными, зенитными комплексами, джевелинами, стингерами и так далее, и так далее. Да, они имеют вооружение, но эти отряды действуют. Они эффективно уничтожают систему обеспечения российских войск. И вот сегодня, в той результат войны, когда война продлилась не три дня, а уже более трех недель, является большое достижение системы территориальной обороны. И, естественно, Армения должна выстраивать свою систему территориальной обороны. Армения, она традиционно уже называется Ашхаразором. Эта система будет выстроена наряду с другими элементами всеобъемной системы безопасности, гражданской обороны и прочее, и прочее. То есть главное мы сегодня видим на примере Украины, когда общество, все общество встает на войну, объединяется вокруг войны и ведение войны. Это общество оказывается в состоянии противостоять агрессии геополитического центра силы. И в этом плане Армении есть чему поучиться и начать выстраивать свою систему национальной безопасности и обороны, которая позволила бы решать аналогичные задачи. Иногда не стоит учиться на своих ошибках, лучше принять к сведению примеры и наглядные уроки, которые преподает вам война других народов. В данном случае мы видим Украину и должны учиться и выстраивать свою систему всеобъемной обороны и безопасности Армении. Это задача, которая является первоочередной, на мой взгляд. Следующая тема, о которой я бы хотела поговорить с вами. Мид Армения осудила участие представителей ООН в азербайджанском мероприятии в Шуши и потребовала от организации предпринять шаги для восстановления нейтральной позиции ООН в контексте Нагорно-Карабахского конфликта, поскольку территория Шуши непризнанная международным правом и находится в юрисдикции Минской группы ОБСЕ. Ваш комментарий. Я рад, что наконец-то МИД Армении делает адекватные шаги. Я несколько недоволен, что МИД Армении делает шаги постфактум, когда миссия состоялась. Я надеюсь увидеть в будущем, когда МИД Армении пытается предотвратить и выступает с заявлением до того, как поездка состоялась. Но сам подход надо приветствовать. И данный подход позволяет провести, увидеть, какие разительные изменения произошли с 2020 года. После подписания капитуляции Армении. Если тогда ситуация полностью контролировалась русско-турецким сговором и азербайджаном, когда ситуация в нашем конфликте в регионе практически однозначно интерпретировалась как решение России и Турции. То сегодня, в 2022 году, мы видим, что данное давление, данное влияние России и Турции качественно изменилось. Запад снова заявил о своих правах и о своих возможностях в регионе. И международное сообщество заявило о своих правах и возможностях. Когда проблемы, Нагорно-Карабахская проблема, как международная, снова обсуждается в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом говорит Запад. Но не в рамках 3 плюс 3 и прочих форматов, которые пытались навязать регионы Армении, Россия с Турцией. Мы видим, что происходят изменения, вызванные в том числе войной в Украине. Я рад, что МИД Армении наконец-то начинает реагировать. Но я надеюсь, в будущем армянская дипломатия будет более активной, более жесткой и более агрессивной. У армянского народа, у армянского государства появилась возможность проводить свою собственную политику и свою собственную дипломатию. Наконец-то эта возможность предоставляется. Если раньше мы были в глубокой обороне, боролись за Зангензурский, прошу прощения, коридор и прочие навязанные темы, которые нам навязывались жестко военными методами, то сейчас появляется возможность работать и в плане дипломатии. И в этом плане я хотел бы, чтобы армянская дипломатия была бы более активной. Сделанный шаг правильный, повторюсь, но он запоздал, но он сделан. В следующий раз надо пытаться предотвращать данные действия и быть более жесткими, не бояться жесткости. Азербайджан уже не тот, Россия уже не та и Турция не та. Наш небольшой локальный, в кавычках, армяно-азербайджанский конфликт вписан в региональный контекст России, Турции, Ирана, Южного Кавказа, который вписывается в геополитический контекст, в котором присутствует и украинская война. Ситуация в мире изменилась, и армянская дипломатия имеет возможность более жесткой и агрессивной. Следующая тема. В Ереване прошли акции, вначале в поддержку России, потом в поддержку Украины. Ваш комментарий? Я думаю, это нормально. Один из симптомов того, что армянское общество достаточно здоровое. У нас никто не стал разгонять ни первый митинг, ни второй митинг. Оба митинга были проведены без каких-либо больших нарушений и прочее, прочее. И общество имеет возможность смотреть, выбирать. Власть имеет возможность смотреть, выбирать. Если на митинг в поддержку России собрались в основном старшие поколения, 65-70-летние люди, помнящие Советский Союз, пели советские детские песни, то на втором митинге по большей части собралась молодежь, собралось будущее. В этом плане мы здоровое общество. Мы не применяем насилие по поводу группы лиц, которые имеют другую точку зрения, если они не переходят какие-то грани, которые должна отслеживать, естественно, служба национальной безопасности Армении. На мой взгляд, это хороший симптом нашей адекватности, нашей способности быть адекватными и не придвигать к жестким мерам, когда этой необходимости нет. Наверное, столько. Спасибо. Рассмотрим иранскую тему. Она тоже очень важна. В последние дни особенно много информации относительно Ирана, позиции Ирана. Премьер-министр Израиля Беннетт считает, что Байден хочет договориться с Ираном любой ценой. В прессе проскользнул даже такой комментарий. Турция сегодня является сверхдержавой в регионе, пока Иран не стал союзником США. Насколько это возможно, чтобы Иран стал союзником США после всего того, что произошло между ними? Такое, наверное, возможно, потому что до Исламской революции в Иране в 79-м году Иран был ближайшим союзником Соединенных Штатов Америки и Израиля. То есть сказать, что такого не было в истории Ирана, нет, такое было. В состоянии нынешнего Ирана трансформироваться и стать союзником, в любом случае сохранятся внутренние глубинные противоречия. Но на уровне политических интересов вполне возможно, что Иран с Соединенными Штатами Америки договорятся, прагматично договорятся. Потому что у Ирана есть ресурсы, которые нужны Соединенным Штатам Америки. Соединенные Штаты Америки тоже могут предложить Ирану снятие санкций и так далее. Стороны могут прийти за каким-то соглашением. Но я думаю, глубинные проблемы, которые лежат в основе различного понимания мира Соединенными Штатами, Западом и Ираном, они останутся. И они останутся достаточно долго. Но это глубинные проблемы. Да, сегодня Иран с Соединенным Штатами и Западом могут договориться. Но на сегодняшний день, сегодня я сейчас пока что не вижу таких симптомов, что это возможно. Не только фактор Израиля, который является достаточно сильным, но имеются несколько других достаточно глубинных процессов, которые приводят меня к выводу, что быстрого соглашения ждать все-таки не приходится. Не будем упоминать фактор России, которая уже заявила, что она наложит вето в кавычках на любые решения о соглашении с Ираном, Соединенные Штаты Америки. Но это в кавычках техническая проблема. Помимо технических проблем, связанных с Россией, у Ирана достаточно сложный период времени. Иран должен согласовывать свои шаги с Китаем, с Россией, прежде чем сойти в соглашение с Соединенным Штатами Америки. И поведение России с этой войной, непонятной войной, я думаю, она ставила в сложное положение не только Запад, не только народ Украины, но и Китай, Иран, которые не были готовы к такому стремительному развитию событий. И Сидзипин, и лидеры Ирана сейчас должны решать сложную и случайно неожиданно возникшую проблему неадекватного поведения господина Путина. Вот такой риторический вопрос опять из комментариев, из мыслей, так скажем, аналитиков. Оправдается ли ставка США на Иран в качестве поставщика энергоносителей вместо России? Ну, вместо России могут занять и потихоньку занимают другие. Иран, только Иран, Иран не является незаменимым в этой задаче, в этом уравнении. Сегодня уже предпринимаются шаги, которые со временем сделают нахождение России на европейском рынке газа и нефти не столь сильным и давлеющим, как это является сегодня. Эту задачу Соединенные Штаты и Запад решат в любом случае. С Ираном их будет решить проще. Без Ирана они в любом случае будут решаться. Поэтому я бы не стал привязывать иранскую проблему только к нефти и газу. Иран более большая проблема. Иран является доминионом, гегемоном Ближнего Востока. У Ирана ядерная программа, у Ирана ракетная программа. У Ирана широкое присутствие Ближнего Востока в форме регулярных подразделений и прочее. Иран гораздо больше, чем нефть и газ. Поэтому с Соединенным Штатом Америки будет сложнее договориться. Если саудиты в кавычках это нефть, с ними прочее договариваться, то с Ираном это будет сложнее. Я бы не стал Иран сводить к одномерным отношениям нефть и газ. Там более сложные размерности, более многогранные, многообразные реальности, с которой надо налаживать отношения по-серьезному. Поэтому это требует изменений как в Иране, так и в Соединенных Штатах Америки. Давайте подведем итоги. Высвечиваются ли уже новые политико-экономические изменения миропорядка? Или еще все в стадии брожения? Нет, пока еще рано об этом говорить. Можно говорить о том, что тот миропорядок, который был до агрессии России против Украины, этого миропорядка уже нет. То есть агрессия, война, вторжение, которое начал господин Путин, и Россия подвели действительно уже черту под постсоветским периодом, который сложился после коллапса Советского Союза. Будет формироваться новый миропорядок. И сейчас мир находится на фазе транзита, переходного периода к новому миропорядку. Но специфика этого транзита в том, что сегодня говорить о том, какой это будет миропорядок, не получается. То есть мы находимся в процессе перехода, но куда мы придем, как мир, сегодня сказать невозможно. Есть несколько вариантов, есть несколько сценариев. И в какой будет выбрано это определиться в точке бифуркации, в точке раздвоения, где можно выбирать системные тренды. На сегодняшний день я вижу, что миропорядок, за которым стоит Соединенные Штаты Америки, Запад, условно, неусловный, Запад все-таки имеет больше шансов удержать тот миропорядок, который у них был и который они сейчас трансформируют. У авторитарных режимов, у авторитарного миропорядка, олицетворением которого стал Путин, но поддерживалось Китаем, я думаю, они сейчас не в лучшем положении. Вне результата, вне зависимости от того, что произойдет, однако надо сказать, чем закончится эта война, надо четко понимать, что главным доминионом, лизирующим силой данного лагеря, станет Китай. Не Россия, Россия потеряла возможность быть таким центром, но Китай. Будет складываться противостояние между условным Западом и условным Китаем. Наверное, взаимодействие, противоборство двух данных центров силы определит тот миропорядок, в котором нам предстоит жить после того, как переход завершится, естественно. Потому что мы не знаем, как среагирует Китай, как среагирует Иран, как среагируют другие центры. Это война, она непредсказуема по своим результатам. И вот конец, вернемся опять к нашим темам. Идут параллельные процессы, так называемое налаживание отношений Армении с Азербайджаном, Армении с Турцией. Каким вы эти процессы, это один процесс или это два параллельных процесса, во-первых, такой вопрос. И каким вы видите эти процессы параллельно с тем, что происходит сейчас в глобальном мире? Думаю, что нам надо привыкать к тому, что решение принимает Турция. И когда мы говорим о Турции и Азербайджане, надо понимать, что политика Азербайджана, на мой взгляд, в большинстве своих принципиальных вопросов решает Турция и турецкая дипломатия. Это шаги, которые согласуются друг с другом. Поэтому это единая политика. То есть это один процесс армяно-турецкий, там промежуточная станция Армении-Азербайджана. Есть общий армяно-турецкий процесс, элементом которого являются армяно-азербайджанские отношения. Не наоборот. В этом плане, да, эти процессы пытаются наладить. Но в данном случае, для того, чтобы говорить о других процессах, я думаю, армянская дипломатия должна настоять на том, что все такого рода разговоры и отношения возможны, если заканчивается военный период. Если все стороны, участвующие в данном процессе, соглашаются, что методы военного давления являются неприемлемыми. Пока что в регионе и в отношениях армяно-турецких отношений, армяно-турецко-азербайджанских отношений превалирует военная логика. На Армению давят военным инструментом, давят угрозами для достижения некоторых целей. Это война. Это продолжение войны. Чтобы говорить об мире и установлении отношений, надо закончить войну. Война не закончена. Поэтому все эти разговоры являются, на мой взгляд, не то, что неактуальными. Они актуальны, но они оторваны от реальности. И в этом плане армянская дипломатия в некотором плане является оторванной от реальности. Для того, чтобы говорить о мире, надо согласиться, говорить о переговорах, надо согласиться о мире. Турецкая сторона говорит о мире, пока не согласна. Но она говорит на своих условиях. Азербайджан продолжает военные действия, Азербайджан продолжает оккупацию части этой республики, а не только Арцаха. В этой ситуации говорить о мире, деморитации, демаркации, на мой взгляд, является некорректным. Это разговоры для мирного времени, для времени, когда обе все стороны соглашаются, что они строят мир. Азербайджан пока строит войну. Но нас активно подталкивают к этому, правильно? Естественно, потому что мир всегда желательнее, чем война. И внешние центры силы и прочее будут подталкивать к миру. Но армянская сторона должна жестко и четко заявить, что говорить о мире можно, если Азербайджан заявляет о прекращении военных действий и уходит с территории, которую она заняла. Без этого говорить о мире является невозможным. Любой мир, подписанный под принуждением, под военным давлением, очень быстро, достаточно быстро взрывается. Это ненадежные подписи, а взаимоотношения Армении с Турцией чересчур важны для того, чтобы их быстро подписывать, исходя из семиминутных каких-то интересов. Да, надо разговаривать с Турцией, разговаривать с Турцией о мире, о войне, о торговле, о безопасности. Такой разговор нужен, но чтобы такой разговор вести, обе стороны должны быть уверены в порядочности и серьезности намерения другой страны. Если другая страна приставляет тебе к виску пистолета и говорит, давайте приступим к переговорам, международное право не признает такие переговоры, не признает договора, подписанные в таких условиях. Поэтому на первом этапе надо согласиться с миром. Согласие с миром подразумевает убирание азербайджанских войск территории, которые они заняли. Это может подослужить сигналом серьезности намерений турецко-азербайджанской стороны. Я пока такого не вижу. А какую политическую линию мы видим со стороны Армении? Мы видим какую-то линию? Нет, я такой линии, к сожалению, не вижу. Я не вижу, зачем Армения хочет установить отношения с Турцией. Установление отношений предподносится как цель, как результат переговоров. На самом деле установление отношений — это создание условий для переговоров о будущем. Какое это будущее, чего хочет Армения в этих переговорах, в этих отношениях наладить, об этом общественности армянскому обществу не говорится. То есть установление отношений не может быть целью. Установление отношений — это инструмент, при помощи которого ты потом будешь достигать каких-то целей. Каковы цели армянской стороны в переговорах с Турцией? На что Армения готова пойти? На что не готова? Каковы красные линии армянского народа? Это проблема, которую надо обсуждать. Потому что граждане республики Армения и Арцаха — это не единственный кусок армянского народа. Проблема взаимоотношений армянского народа с Турцией шире, чем взаимоотношения государства Армении и государства Турции. Армянский народ должен достигнуть консенсуса внутри себя для того, чтобы затем говорить с Турцией. Я таких дискурсов, таких обсуждений в армянском обществе не вижу. То есть политическую линию мы не видим властей. А к чему готовят общественности Армении? Точнее, я вижу политическую линию установить отношения. Зачем установить отношения? К этому готовят наши общества. Пытаются готовить, но не давая ответа, зачем это нужно. Это изначально создает непонятную ситуацию и диссонанс. Вот о диссонансе я бы хотела, но не внутри общества нашего, а диссонанс с действиями и с риторикой Алиева. Я бы хотела понять, почему на этом фоне все-таки Алиев продолжает в своем излюбленном варианте выступать. Хотя пошел уже второй год войны, Алиев никак не заподкинет этот военный раж, в который он попал. Наверное, он все-таки упивается своей победой, достигнутой при помощи своих союзников России и Турции. Или это политика кнута и пряника? Нет, это, я думаю, просто психологический раж. Человек, который не служил, но при помощи методов дипломатии, подкупа моего союзника России, сумел достичь победы. И он упивается своей победой. Он упивается своими возможностями достигнуть того, чего его отец считал невозможным. Отец нации Гейдар Алиев считал, что Арцах потерян. И вот сын возрастил Арцах, как он считает. И он упивается этой победой. Он, наверное, психологически имеет право, но я думаю, ему надо приходить в себя, потому что ситуация меняется. Хорошо. Наша общественность готовит к нормализации отношений. Как она воспринимает, это другой вопрос общественности, я имею в виду. И параллельно Алиев продолжает свою агрессию. Да. Мы, не хочу перечислять, все мы прекрасно знаем, что происходит у нас ежедневно. И как это, вот мы сказали о диссонансе, это входит в планы Турции. Ведь вы незадолго до этого, вы сказали, что в принципе рулит всем этим процессом Турция. Ну, Турция это устраивает. Если удастся это от Армении... Дразнить Армению. Не дразнить, если через давление, через шантаж, военный шантаж, военное насилие, можно от Армении еще оторвать кусок, который потом будет перевариваться в кавычках, почему бы этого не сделать, если армянская сторона поддается. То есть армянская сторона поддается? Ну, если она не подпринимает ответных мер, один раз мы это сделали, где-то 16 ноября 2021 года, когда ответили военными действиями, Азербайджан перестал широкомасштабно кидать свои угрозы на широкомасштабных военных действий, перестал этим угрожать, скажем. То есть вопрос не в Турции. Турция все правильно делает. Турция пытается отгрызть от Армении как можно больше, а потом будет усваивать отгрызанное. Это мы видели в Сирии, видим в Кипре с 70-х годов. Сейчас в Арцахе вот отгрызли кусочек Арцаха, да, большой достаточно. Это нормальный победитель. У меня нет претензий к Турции, к турецкой дипломатии и политика, которая реализуется. У меня проблемы вопросы к армянской стороне. Что вот в этих условиях говорить о мире является некорректным. Если в 2020 году Армении не было, повторюсь, никаких возможностей, она проиграла войне и ситуацию в регионе практически полностью контролировала Россию и Турцию. Сегодня уже не так. Сегодня уже есть поле для маневров. Армянская дипломатия очень осторожно делает шаги в нужном направлении, когда говорит о необходимости восстановления минской группы ОВСЕ, функционирования и так далее. Надо делать более жесткие шаги. Надо делать более активные шаги. А для этого надо формировать собственную политику, собственную дипломатию. Не рефлексивную политику, когда ты отвечаешь на шаги противника, врага, а собственную, формировать собственную линию, собственные цели и двигаться к этим целям. Тогда будет гораздо проще. Сегодня Армения, к сожалению, только отвечает и работает в рамках каких-то, прошу прощения, идеологических подходов, типа установить отношения с Турцией. Установить отношения с Турцией для армянской власти, на мой взгляд, сложилось такое у меня впечатление, является идеей, идеологемой, а не конкретным шагом. Что значит установить отношения? Как это выглядит в безопасности, обороне, в политике, в экономике? Нет, установить отношения с Турцией, как идея, которую надо притворить в жизни. Это опасный подход. Установить неправильное восприятие, сначала установить отношения, а потом говорить о мире, о взаимоотношениях. Для того, чтобы устанавливать отношения, вы должны для себя ответить, зачем вы их устанавливаете. Вы должны в обществе прийти к консенсусу, зачем вам отношения с Турцией. Что вы будете делать в этих отношениях, в рамках этих отношений? Мир, чтобы установился мир, так отвечают, да, скажем? Мир, что такое мир? Эпоха мира, да, по-моему. Хочешь мира, готовься к войне. Армения готова к войне с Турцией? Не мое выражение ничего. Если вы говорите о мире, вы должны быть готовы к войне. Если вы хотите установить мирное отношение с Турцией, вы готовы к другим отношениям с Турцией? Вы готовы к экономическим отношениям с Турцией? Экономика Армении готова к взаимодействию с турецкой экономикой? Армянская система нацбезопасности готова взаимодействовать, противодействовать новому границу? Это твои личные внутренние проблемы. Будь готова. Если вы не пришли к консенсусу в обществе, вы не обсуждали эти проблемы, вы не поднимали эти проблемы, если вопросы не артикулируются в обществе, и нету консенсуса в армянском обществе и в армянстве, как глобальным явлениям... Мы должны верить по умолчанию, видимо, что это происходит. Умолчание, когда это само собой принятая точка зрения. В армянстве касательно Турции говорится о принятой точке зрения, не приходится. Поэтому все это надо артикулировать, говорить, проводить обсуждения, проводить дискуссии, прийти к какому-то консенсусу в армянстве и после этого говорить об восстановлении отношений. В противном случае у общества есть законное право не верить власти, что она все продунула. Мы 20 лет шли по этому пути, когда нам говорили армянское общество, не надо в армию, не говорить об армии, там все нормально. В результате мы получили то, что мы получили. Почему я должен верить, что сегодня не аналогичная ситуация? Поэтому извольте в обществе прийти к консенсусу, зачем нам отношения с Турцией? Зачем мы хотим установить? Да, их надо установить, но зачем? Проговорите это. Что вы хотите прочесть в глазах у турка? Что вы хотите увидеть? Эпоха мира вас не устраивает? Я его не вижу, эпоха мира, потому что его нету мира. Война не прекращалась. Армения продолжает находиться в состоянии войны. Регион в состоянии войны. Большая война, Украина-Российская. Война в Сирии продолжается. С Ираном непонятное отношение, потому что латентные боевые действия между Ираном и Израилем в последнее время стали открытыми. Когда Иран нанес ракетный удар по территории Ирака, но по объектам МОСАДа Израиля. На фоне, когда весь регион готовится к большим войнам, рассуждать о мире, по-моему, это является наивным. К сожалению, мне нечем возразить. Я пыталась возразить, но на этом кончилось. Спасибо вам большое. Будем посмотреть. Спасибо, Галина. Спасибо всем, кто следил за нашей беседой. Я думаю, все-таки мир восстановится. Хотя очень сложно. Зеленский опять в интервью СНН сказал, что если переговоры с Путиным не приведут к окончанию войны, то есть опасность ее перерастания в Третью мировую. Как вы думаете, это просто нагнетание, это просто угрозы или Третья мировая, говорят, уже началась, там нечем разрастаться? А Третья мировая тоже пару слов, ваше мнение. Это сложная интерпретация, зависит от масштаба времени. Если продолжить мысль Зеленского, я тогда могу сказать, что Третья мировая началась в 2020 году в Арсахе. Можно сказать и так. Или можно сказать, что война началась в 2016 году. Или война началась в 2014 году. Или война началась в 2008 году. Грузина. Российская. В зависимости от интерпретации. Все эти шаги можно расценивать как неуклонное вхождение России в некоторые противостояния с Западом. То есть, вот о чем мы говорили, политика, экономические изменения, миропорядка начались не вчера, не 24 февраля или не начнутся после того, как Зеленский с Путиным не договорятся? Я думаю, точка невозврата произошла с войной в Украине и миропорядок будет меняться или уточняться. Скажем так, если не меняться, то уточняться. И в этом плане точка невозврата произошла. Мир изменился. И армянской дипломатии, и армянской политики надо осознать. Тот мир, в котором проходила война 2020 года, тот мир, который в 2021 году, его уже нет. И надо учиться формировать армянскую политику в новых условиях, они качественно изменились. Избавляйтесь от мира с Турцией, учитесь говорить с Турцией, думайте о чем вы будете говорить с Турцией в этих условиях. Избавляйтесь от других взаимоотношений с Россией и так далее. Россия сегодня и которая будет завтра, это совершенно другая страна. Это страна под огромными санкциями, которым надо приравнять к войне. Это не просто санкции, это экономическая война, направленная на уничтожение российского государства. И сказать сегодня, чем это закончится, невозможно. Поэтому изменится и Россия, и Азербайджан, и Турция, а значит и Армении тоже надо измениться. Но изменяться не постфактум, когда изменились остальные, а попытаться измениться первыми. Для того, чтобы иметь преимущество. Ты слаб, у тебя меньше ресурсов, и ты обязан двигаться быстрее. Ты обязан меняться быстрее, чтобы успеть предвосхитить те процессы, которые нас ждут. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо всем, кто следил за нашей беседой. Напомню, что в эфире был Нойан Тапан на русском. Гостем был эксперт по проблемам военной и национальной безопасности, доктор политических наук Рача Арзумаен. Беседа вела Гайана Аракелян. Всех благ и пусть будет мир. Субтитры создавал DimaTorzok